Моковский собор Успения Пресвятой Богородицы построен в X веке. Это единственный пятинефный крестовокупольный храм, находящийся на территории Абхазии. Храм удачно расположен на левом берегу реки Моковы, при впадении в нее реки Дваб. Хороший обзор и крутые обрывы с трех сторон составляли надежную, естественную защиту от неприятеля. В то же время храм удачно вписан в окружающий ландшафт. Главный предел храма был освящен во имя Пресвятой Богородицы. Впечатляет его вместимость. До тысячи человек, что говорит и о его значимости, и о приверженности населения христианской вере. На рубеже XI-XII веков собор был расписан греческими мастерами, но до наших дней живопись не сохранилась. Около храма находилось несколько каменных строений, сооруженных в разное время. Дом епископа, двухэтажная колокольня и другие сооружения. Еще в древности комплекс был окружен каменной оградой. Ворота в западном секторе стены были построены значительно позже. Этот храм был воздвигнут при абхазском царе, известном Леоне III, а он правил с 957 по 967. Если в плане абхазские храмы Питсунды, Лыхны, Симона Канонита имеют три нефа и являются крестово-купольными, то этот храм имеет пять нефов. Это как бы вершина этого церковного абхазского зодчества. На всем Византийском империи, на территории Кавказа, пяти нефтных храмов практически отсутствует до X века и X век включительно. Какое-то время тому назад, начиная с XIX века, считали, что наиболее ранним пяти нефтным храмом считалось северный храм Липса в Константинополе 1908 года. Но как выяснилось, что этот храм стал пяти нефтным, не благодаря тому, что изначально задумывалось, а благодаря тому, что открытые галереи с юга и с севера были заложены, превращены в стены, соответственно, храм приобрел пяти нефтную форму конструкции. В 1968 году в Абхазии широко отмечалось тысячелетие Мокфского собора. К этой дате он был отреставрирован, освобожден от наслоений XIX столетия и была восстановлена его черепичная кровля. Архитектура храма поражает своей изысканностью и сложностью. Двойные ряды столбов разделяют общий объем на пять неравных по ширине нефов и поддерживают широкие хоры, которые тянутся вдоль северной, западной и южной стены. Пять алтарных полукруглых выступов находятся в восточной части здания. При этом крайние алтарные выступы снаружи – прямые. Три центральные апсиды выступают наружу и различаются по величине. Барабан, увенчанный куполом, опирается на четыре центральных столба. Храм имел три входа и множество арочных узких окон, обеспечивающих прекрасное внутреннее освещение. В качестве основного строительного материала использовались тесанные блоки высокого качества в сводах между столбами кирпич. Описание былого величия храма свидетельствует о том, что интерьер храма был исключительно богат и свидетельствовал о совершенном искусстве строительного мастерства наших благочестивых предков. В 2002 году храм был вновь открыт для верующих. Мастера, которые участвовали в строительстве этого храма, которые украшали его мозаикой, а здесь была роскошная тоже мозаика, потом они участвовали во время строительства Софии Киевской, которая, что самое интересное, имеет похожую планировку, так же, как и София Новгородская. Потом эти мастера из Абхазии, мастера Абезии, они были причислены к лику святых, и, насколько я знаю, там они погреблены прямо в лавре. Храм царский предполагает наличие, как в амбарском, три проема, значит, главный широкий, потом боковые незначительные, и, соответственно, три проема от Нартекса в храм. Здесь-то сейчас, видите, вот Триумфальная арка. Вот как раз то появление это может быть связано как раз с именем Давида. Потому что именно после появления появились, вот видите, орнамент, значит, вот, пожалуйста, на арке. Можно подумать, что в то время это было произведено. То есть какие-то фрагменты сохранились от того периода. Когда хотели превратить уже 80-е годы в музей, вся штукатурка была обита, красочные слои, фрески были уничтожены. Единственные небольшие фрагменты, которые мы застали, были сохранены. Субтитры создавал DimaTorzok